Вы знаете, нам действительно есть чем гордиться. Вот у нас в студии в день рождения происходит разного рода чудеса. Мы гостя одного звали, а они вот решили нам сделать сюрприз в день рождения и прийти втроем. Доброе утро! Здравствуйте! Давайте будем тогда делать так. Я представляю Айлина. Айлин Причин у нас в гостях урёт международных конкурсов. Также участник ансамбля старинной музыки Арти Санима. И Дмитрий Ушаков, художественный руководитель Томской филармонии, правильно, да? Мария Блажевича. Мария Блажевича тоже участница этого коллектива. Руководитель этого коллектива. И руководитель коллектива. А вы руководитель филармонии, а Мария Блажевича непосредственно коллективом руководит. А Мария же, кроме того, что руководит коллективом, в нём ещё непосредственно участвует. Да, естественно. Но сегодня вы просто присутствуете и рассказываете о концерте, правильно? Конечно. Потому что, может быть, ещё какие-то сюрпризы у нас будут. Хорошо. Мне понятно, когда входит состав ансамбля, который выступает в Томске, Томичи, да, те, кто в Томске проживает и работает. А вот каким образом затесался в него Айлин? Кто расскажет? Ну, я немножко начну. Айлин, наверное, продолжит. Он вот в Томске первый раз, поэтому свои впечатления расскажет сейчас. Я думаю, ему есть чем поделиться. Но дело в том, что Томская филармония сейчас очень много работает над тем, что мы стараемся привлечь для работы с нами, ну, самых лучших музыкантов России, каких только можем найти и к нам пригласить. Нас с Айлином, вот и меня, и Марию, связывают дружеские отношения уже давно. И поэтому, когда у нас возникла идея, ну, не то чтобы по блату, но не без того, да, возникла идея сделать в филармонии такой ансамбль, мы решили вот Айлину это предложить. Я очень надеюсь, что после этого первого раза будет и второй, и третий. Вот Айлин сейчас поработал с нашим оркестром с Томским, поиграл в ансамбле. И вот буквально вчера мы с директором филармонии это обсуждали. Мы это обязательно будем продолжать, и Айлин будет к нам приезжать. То есть это не одноконцертный ансамбль? Нет, конечно. Просто вот этот дебютный концерт, а уже далее будет видно, да? Конечно. А может быть, Айлин и Сибирь, Киприи? Это концерт. Расскажите, пожалуйста, вот Айлин сейчас молчит, а учитывая то, что имя и фамилии достаточно необычные, все думают, вот иностранец к нам приехал. Но нет, не иностранец на русском говорит. Нет, я не иностранец, правда. Ну, я наполовину русский, у меня отец из Вьетнама. А имя и фамилия как раз, да? Ну, фамилия Мамина русская, а имя тоже из тех степей. Ну, вот это сочетание, оно, конечно, очень экзотично звучит. Но мы послушаем сегодня, как звучит скрипка в Ракахалине. Еще, кстати, вот что касается скрипки, она та самая уникальная? Ну, это, да, это скрипка мастера Гальяна, она была сделана в 1765 году. Вот, это уникальный инструмент, и стоит, не буду говорить, сколько. Ну, а почему? Ну, я не могу по контракту. А, ну, конечно, только на них будем настаивать. А мы сегодня про старинные вещи в руках держим. А можно мне скрипку подержать? Чуть-чуть. А прикоснуться хотя бы. Ну, вот, чуть-чуть хотя бы. Знаете, даже по контракту, видимо, и этого делать тоже нельзя. Но зато мы услышим, как волшебно она звучит. Когда концерт? Что будет в концерте? Почему вперед в прошлое? Ну, вот, концерт этот будет у нас в Томской филармонии завтра в 7 часов в органном зале Ленина, 75. Сегодня, кстати, там органный концерт 15 числа, сегодня вечером. Айлин там тоже в одной пьесе принимает участие. Но основная масса Айлина у нас будет завтра в 7 часов. Там мы эту программу нашего премьерного концерта старинной музыки постарались сделать максимально интересной с одной стороны. То есть там будут редко звучащие старинные сочинения. В основном это музыка начала 18 века. С другой стороны, программу мы эту строили так, чтобы люди, которые на этот концерт придут, они просто хорошо отдохнули. Потому что старинная музыка, которую мы там играем, в основном была написана теми композиторами. Именно как музыка для домашнего досуга, для домашнего музицирования. Да, но при этом написали в пресс-релизе, что нужно парики завивать и приходить по последнему писку на Парижском фоне. Подробнее по программе Мария расскажет два слова. Ну вот надо вот сказать, что у нас в ансамбле будет не вот только скрипка, не вот только Алина. Мы, естественно, всех сегодня не это взяли. А еще будут, а также лучшие томские музыканты, габаист прекрасный Денис Смирнов и велончелистка Анна Курдимова. Они работают у нас в Томском оркестре, но они тоже заинтересовались нашим этим проектом. И по своей собственной доброй воле, ни в коем случае никого насильно не тащили. А контракты вон какие? Ну это контракт на скрипку. Вот. И очень отрадно, что вот сегодня ваш день рождения, с которым, кстати, мы вас хотим поздравить. Да, в самом деле этого дня. Хорошо бы, конечно, и мне 22, но... Вот. Вот. Что именно сегодня у нас в студии вот и такой замечательный раритет, как эта скрипка, и такой замечательный музыкант, как Алина. И давайте, учитывая, что у вас через 20 минут концерт... У нас репетиция не концерта. Не дай бог по контракту нас чего-то там заставят делать из-за того, что вы опоздаете. Мы с удовольствием, Алин, послушаем. Вам для этого нужно встать, да? Да. Ну можно вот здесь вот рядышком. Да, я вот здесь. Удобно. Ой, аккуратно, ближе. Не пускает вас метрофон. А что играть будем? Я сыграю пролез и мемажорной партии ты бахом. Это будет тему... Как раз одного из редких, да, произведений? Ну это среди скрипачей вот одна из таких визитных карточек вот для демонстрации скрипки, демонстрации самого скрипача. Вот завтра этой пьесы у нас в программе не будет, но это как раз музыка, которая довольно известна. И в свое время, когда были еще вот мобильные телефоны без тачскринов и с кнопочками черно-белые, вот там среди рингтонов эта тема была очень популярна. Да, вот те, которые услышали на мобильном телефоне, послушайте, как это должно. На самом деле. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ